Девушки отдыхают 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 но и по творчеству, по жизни, музыканты, известные во всем мире, не только у нас в России. Вы их все знаете, это постоянный ведущий нашего цифра гитаров, джаза, все, что связано с джазом и то, что происходит на этой сцене, он ведет. Это народный артист Алексей Алексеевич Кузнецов появится. И, конечно, также наш близкий друг, великолепный музыкант, который мы 10 лет тому назад писали, для вас играет джаз и пианист, композитор и популяризатор джаза, в ряд международных джазов фестиваля Григорий Файн. Вот мы не только 10 лет, а еще и еще несколько десятков знакомы с этими музыкантами, вместе с ними трудимся. И, невзирая на годы, мы вот встречаемся, и как вот эти годы были у нас вчера, пролетели так быстро. И вот мы сейчас это пригласим, они вам будут рассказывать о этом замечательном музыканте. Будет музыка, и мы им предоставим возможность знакомить вас с лучшими произведениями. Знакомого произведения любимого нашего композитора и музыканта, и музыканта, и музыканты, оркестра Дюка Лингтона. Здесь, учитывая возможность этого зала, а этот зал является камерой, где в основном без микрофонов люди выступают. И мы сделали все возможное, чтобы это было более-менее академично, потому что вся музыка и вся исполнительская деятельность Дюка Лингтона рассчитана на большие оркестры, на дюкметы, где много медных инструментов. Сегодня мы постарались сделать так, чтобы это было приближено к тому, что мы хотели вам показать. Давайте мы пригласим на сцену замечательных музыкантов Алексея Кузнецова и Белый 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 Белый. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Дюклингтон Дюклингтон Я как пианист должен сказать, что он был одним из моего кумира Оскара Питерсона Есть телевизионная передача «Пи-Би-Си», где Питерсон об этом говорит И это не случайно Сейчас перед концертом я еще раз послушал записи Дюклингтона где он блестяще, конечно, играет на рояле. Очень интересно, ведь он не имеет какого-то такого серьезного образования, но он играет блестяще, оригинально, всегда ярко. И поэтому мы можем говорить о фортепианном стиле Виконюнтона. Мы также знаем, что это был прекрасный композитор, аранжировщик. Это был продюсер, это был редактор. Это был человек разносторонних данных. Есть даже интересный факт, когда он приезжал сюда, в Россию, мне рассказывали, я сам, к сожалению, никогда на этой встрече не был. Был джемсейшн с участием Дюка Лингтона. И когда Давид Глащокин вышел уже с третьим инструментом, вы знаете, Давид Глащокин играет на советских инструментах, когда он, сыграв на флюгель, горни, потом на саксофоне, он взял скрипку и Дюка Лингтон так сказал. Парень, ты остаешься без работы. Это был человек такой с юмором, вообще очень интересный, как личность. Сегодня мы посвящаем весь этот концерт его музыке, его рожировкам, его композициям. Вы услышите самые популярные мелодии из его репертуара. Я не буду больше говорить, по ходу концерта, может быть, еще что-то скажу, о серии сети добавят. А сейчас я хочу пригласить вам сюда, в нашу саму музыкантов, нашего ансамбля «Корд», которые и исполняют вам эту прекрасную программу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Артем Арсенцам, Александр Алексеевич Кузнецов. Я был студентом из Штута Гнесина, и мне очень повезло. Я, к сожалению, не помню кто, но кто-то достал мне билет на концерт Дюка Лингтона. Этот концерт проходил во Дворце Спорта, в огромном сале. Мой билет был, наверное, самый такой неудобный. Место мое находилось за световой пушкой. Мне приходилось каждый раз за него глядывать для того, чтобы видеть, что происходит там, вдали. Но должен вам сказать, что мое впечатление было очень сильным. Прежде всего, потому что эти музыканты очень интересно начали свой концерт. Они вышли все в темноте, и в какой-то момент, именно в тот момент, когда они начали играть, они заиграли в песню. И я думаю, что все музыканты, которые это услышали, были бы решены тем, что они играли очень тихо, очень слаженно, абсолютно вместе. И это был уникальный совершенно ансамбль из такого количества музыкантов. Они начали свою программу мелодии Юглинтона «Си Джем Плюс». И мы также хотим начать нашу программу этой мелодии «Си Джем Плюс». И мы также хотим начать нашу программу этой мелодии Юглинтона «Си Джем Плюс». «Си Джем Плюс» И мы также хотим начать нашу программу этой мелодии Юглинтона «Си Джем Плюс». И мы также хотим начать нашу программу этой мелодии Юглинтона «Си Джем Плюс». И мы также хотим начать нашу программу этой мелодии Юглинтона «Си Джем Плюс». И мы также хотим начать нашу программу этой мелодии Юглинтона «Си Джем Плюс». И мы также хотим начать нашу программу этой мелодии Юглинтона «Си Джем Плюс». И мы также хотим начать нашу программу этой мелодии Юглинтона «Си Джем Плюс». И мы также хотим начать нашу программу этой мелодии Юглинтона «Си Джем Плюс». Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Это не подходи ко мне, ну, конечно, фрагоном в каком-то варианте. Эта знаменитая мелодия всегда была в репертуаре Оркестра Дюк-Каллингтона. Итак, don't get around marching ball. Дюк-Каллингтона 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 I got it bad. И нужно отдать должное этим людям, какой силой духа обладали они, и какими глубокими чувствами обладали они, и каким мастерством для того, чтобы это передать. Ведь джазовые темы – это всего-навсего 32 такта, и в эти 32 такта укладывалась целая жизнь, такие глубокие страсти. I got it bad. Вы сами понимаете, о чём эта песня, автор говорит о чём-то таком, очень важном, о том, что кто-то чувствует «bad» – это значит что-то плохое. I got it bad. Мне очень плохо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Ну и шумляр в концертах Дюклинтона принимали участие разные сористы. Но сейчас настал такой момент. Прозвучит одна из популярных мелодий Дюклинтона – «Beginning to see the light». Интересно, что если перевести прямую это название, то я начинаю видеть цвет. На самом деле, как мне сказали музыканты в Англии, я бываю в Англии, в Англии совсем другое, смысл совсем другой. К сожалению, название связано с употреблением наркотиков, к большому моему сожалению. Но что делать из песни слов не выкинешь и никуда от этого не деться. Тем не менее, это прекрасная джазовая мелодия. Сейчас прозвучит в исполнении нашей сористки Ольги Олейниковой. Ольга Олейникова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА